Всех приветствую, сегодня решил аж два видео записать, один по рынкам, другой по коронавирусу, потому что смотрю довольно интересную реакцию, большинство людей очень сильно зазомбированы этим психозом массовым. Попытаюсь объяснить, что такое вирус во втором видео, а сегодня будем смотреть, что такое с рынками происходит, потому что на самом деле вчера я сказал один из вариантов, и по сути дела есть альтернатива, где кризис реально начался, то есть хотелось бы, конечно, чтобы все пошло по тому плану, но судя по тому, что пока что никаких улучшений нету, и реально есть варианты все гораздо хуже получить, то стараюсь вот этот самый худший вариант расписать, чтобы вы хотя бы знали, что такое кризис и что вообще может произойти с рынками, чтобы не было это удивлением и неожиданностью. То есть суть в том, что можно плясать от евро, чтобы понять, что будет происходить с долларом, потому что евро, в принципе, определяет тренд доллара, если евро падает, то доллар вверх, и наоборот, и иначе быть не может. Соответственно, что мы видим? Тут единственное, что не с начала истории евро есть, оно изначально еще дешевле стоило, вот оно улетело, вот она коррекция идет, то есть суть в том, что мы идем вот такую пилу рисовать, и она как бы довольно трудно размещается, поэтому есть вариант и так сходить, и так сходить, то есть есть и так сходить, и вот так сходить, то есть тот вариант, который я жду, под основной, что мы пойдем вот в этот рост. Ну а вдруг, если так не случится, вдруг действительно, если сейчас затянут кризис, если все будет плохо, что нам светит, тогда будет такой альтернативный вариантик. Тогда мы идем выбивать это дно. Почему это дно? Ведь здесь же импульс. Но если мы посмотрим, бывает такая структура, которая называется расширенный флэт, и это как раз он. Что это означает? Означает, что мы идем пробивать это дно. Это дно где находится? 1.04. Так что готовимся. Опять же, если идем пробивать, что это такое? По-разному тут можно разметить. Здесь получился тоже флэт. Тут точно такой же паттерн, как и там. А вот что вот это такое? Тут черт ногу сломит. То есть суть в том, что вообще непонятно, что это такое, но однозначно можно сказать, что мы идем на паритет и ниже. Примерно там 0.9, возможно. Но при этом мы не пойдем вот так одной соплей, конечно же. То есть будут еще отскоки. И соответственно, у нас есть вариант какой. А просто посмотреть, а мы вот так вырастим и пойдем сюда. Или все-таки вот так. Если вот так пойдем, то это одно. А если вниз, то другое. Поэтому вот у нас будет время подумать и зашортить, если что. Если пойдем мощно вверх, то понятно, значит, это уже как бы закончилась коррекция к этому движению. Это никакой не флэт. В общем, вот такие вот вариантики. Ну, то есть суть в том, что евро отскок-то даст. И поэтому отскок у нас будет смотреть, а стоит ли дальше паниковать. Если отскок будет слабый, либо на ворота резкий, но такой быстро слит, то все понятно. Доллар to the moon. Это значит, что вот здесь мы пойдем выбивать. Ну, мы, скорее всего, это точно выбьем, потому что это тоже флэт, скорее всего, получился. То есть это А, это Б. Этот, видите, как на импульсах ловят очень часто народ, если они имеют сильный слив, начинают шортить. И в этом раз их вот так выносят. Такой пока вариантик идет. И что это такое? Это пошла волна куда-нибудь сюда повыше. Может быть на 110. Ну, там посмотрим. То есть вот этого хая пробития, скорее всего, не жду. Но, опять же, надо смотреть. То есть я так глобально давно не смотрел на рынке, а сейчас приходится, потому что реально по циклам у нас на 20-й год все плохо. И вот поэтому я решил это видео записать, потому что мало ли вдруг ошибочка вышла, и доллар сейчас слить не будет, наоборот, он будет сильно дорожать. А если доллар будет сильно дорожать, что тогда светит рублю? Да, все плохо будет, потому что если разметить это дело иначе, то это будет только первая волна, это вторая, потом 3, 4, 5, она вылетит там на 150, что не очень хорошо. Но в любом случае мы получим вот эту вторую волну, и там у нас надо будет смотреть, мы вот так пошли, или вот так пошли. То есть два варианта есть. Поэтому время подумать есть. В данном случае по рублю еще жду выше, еще раз повторю, вчерешнее видео так вот. Потом вот такое. Если мы увидим вот такой рост, то можно в рубли скидывать. Если что-то вот такое, вот прям мощное, вот сюда куда-нибудь, то это другое совсем будет. То есть время подумать есть. Вот эта развилка, она еще как бы будет. Вот такое пока мнение по рынкам. Что еще по акциям? Давайте смотреть. Если вдруг их не выкупят, там если посмотреть на мелких, там уже двойная дивергенция, там на дневках. То есть суть в том, что опять же будет отскок. Будет он сразу какой-нибудь такой, и туда вниз, либо вообще туда пойдем. Я не знаю. Поэтому будем смотреть. Акция обычно любит расти, видите, вот так коряво. То есть вроде бы какая-то тройка. Вроде бы сливает. А потом как выстреливает. Но это было другое время, когда на рынках не было такой паники, когда не было реальных проблем в экономике. А что будет сейчас, одному богу известно. То есть надо будет смотреть, или мы что-нибудь вот такое будем рисовать, и дальше пойдем. Ну это понятно. Еще раз повторю, цель у нас вот сюда. И вот сюда. И это не очень хорошо. То есть если мы сюда хотя бы сходим, ну там будет какое-нибудь что-нибудь вот такое вот. Там вниз. А если прямо сюда полезем, ну это другое. То есть суть в том, что вообще непонятно, что будет происходить. Есть два варианта. Плохой и очень плохой. Вот сегодня я обсудил общий, очень плохой вариант. И не хотелось бы, что он был реализован. Но пока что все пойдет, как бы, вроде как, по нему, к сожалению. Но хотелось бы, конечно, на хорошее надеяться. Вот такой пока расклад по нормальным рынкам. А крипта, если включат, очень плохой вариант. То сами понимаете, какой там биткоин, по 2000 будем собирать, со дна скребать. Вот такой расклад. И сейчас следующее видео по коронавирусу запишу. Там уже будет более серьезно. Я решил аргументированное видео сделать, не голословное, чтобы просто по полочкам все разложить. В общем, ждите, скоро запишу.